Когда же городская среда станет комфортной? Чиновники правительства региона и администрация областного центра проинспектировали дворы города, которые благоустраивают в рамках приоритетного федерального проекта. У нас есть вопросы по темпам выполнения работ, по ряду муниципальных образований. Наиболее сейчас ситуация, которая вызывает опасения в городе Иваново, в Плёсе, в Приложском районе. И в кухню. Не везде проведены конкурсные процедуры, не везде организованы в полном объеме работы, поэтому здесь есть объективные вопросы. Один из объектов, который заинтересовал представителей власти – двор 43-го дома на улице Ермака. Местные жители одни из первых изъявили желание участвовать в федеральной программе. Сами выполнили дизайн-проект. Заявку одобрили и даже приступили к выполнению. Посажены кустарники и деревья. На парковке уложен асфальт. В планах было разделение площадей на нашу преддомовую территорию, потому что до этого у нас было все в одной куче, и все мешались, и маленькие, и взрослые вместе. Сейчас мы, когда подготавливали проект, мы учли все нюансы и разделили зоны для самых маленьких детей дошкольников, для детей более старшего возраста и для пожилых людей зоны водопроводов. Однако со СМИТой возникли проблемы. Сумму в документе уменьшили почти в два раза. Вопросы вызвала вот эта площадка. Здесь жители хотят видеть спортивный комплекс с асфальтовым покрытием. Сотрудники мэрии против этого условия. Мы считаем, что это недопустимо, поскольку площадка находится в охранной зоне водопровода. Поэтому она будет сделана просто в грунтовом варианте. Площадка будет планирована, подготовлена, укатана. И сверху уже будет установлена по типу хоккейной. То есть она никаких своих эксплуатационных качеств не потеряет. Монтаж площадки пообещали начать в самое ближайшее время. Срок окончания работ почти по всем Ивановским дворам – начало ноября. Чиновники отмечают, проследят они не только за темпом, но и за качеством работ.